Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Про Цветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема сегодняшнего нашего ролика – ошибки, которые вы делаете в овощеводстве и которых надо избегать. Потому что эти ошибки влияют не только на наш урожай, но и на урожайность, на его сохранность и на его химический состав. Но начнем с самого начала. У нас самая первая ошибка наших овощеводов, что разбрасывают по полю навоз, любой, который там закупили навоз, разбросали пополю и его сушат. Это опасно осенью, особенно опасно весной, под яркими лучами солнца. Навоз быстро высыхает и его ценность, питательная ценность, уже теряется. Вдобавок пошли сухие годы, мало выпадает осадков. Этот навоз такой сухой лежит у нас, потом при перекопке он достается обратно. И пользы с этого навоза нет. Разбросали навоз, старайтесь его заделать почву, запахать сразу. Потом дальше следующая ошибка. Многие считают, что чем внести в почву больше минеральных удобрений, тем больше будет урожай. Делать это категорически нельзя. Почему? Растения не могут усвоить много питательных веществ, то есть таких минеральных, органически не могут усвоить. Потому что в почве есть организм, есть микрофлора, которая помогает им усваивать органику. А вот минеральные удобрения должны превратиться в какие-то соли. А пока они превращаются в соли, на части этих удобрений просто-напросто промываются вниз. Промываются вниз, оседают в нижних слоях под почвы. И создается такой белесый горизонт, который просто засаливается. И расселение начинает расти очень плохо. А это минеральные удобрения можно применять, но применять в умеренных или малых дозах. Малые дозы и лучше в виде подкормок дадут больший эффект, чем основное внесение удобрений. Следующая ошибка наших огородников. Многие делают теплые градки. Делают теплые градки и туда вносят биотопливо. Ну, поскольку раньше вносили навоз, навоза сейчас не хватает, значит сейчас некоторые стали вносить другие компоненты. Могут вносить кору, могут вносить солому, а некоторые вносят сено. Так вот, сено категорически в качестве биотоплива использовать нельзя. Почему? Потому что с сеном вы заносите на свой участок очень многих вредителей. Как бы многие вредители облюбовали сено для своей зимовки. Положили, они потом будут вылазить и наносить вред вашим растениям. Вдобавок, сено плесневает. А раз сено плесневает, значит там есть очень много бактерий. Очень много бактерий. Процессы происходят как по принципу гниения. Выделяются антибиотики. И поэтому наши овощные культуры растут очень-очень-очень плохо. Многие огородники допускают такую ошибку. Значит, выходные не каждый день. Это самое, выходные через неделю, например. Они приезжают на дачу и начинают сразу скапывать весь огород. Скапывают весь огород или запахивают все градки. Но посеять они их не спевают. Так вот, уже на третий день начинают пробуждаться сорняки. Начинают пробуждаться сорняки. И пока вы через неделю приедете съесть градки, вас уже градки будут зеленеть от сорняков. Ну, как предотвратить эту ошибку? Если уже так приходится сделать или просто лошадка сегодня, мотоблок сегодня только есть, потом не будет. Значит, можно сделать. Но в этом случае эту градку нельзя оставлять открытой. Ее надо прикрыть или черным спонбондом, или черной пленкой. Вдобавок, потом, когда вы через неделю приедете высевать, надо будет еще пройтись граблями. Перед посевом обязательно прорыхлить эту градку, для того, чтобы зашедшие сорняки, которые под пленкой, ничего, что-нибудь там желтое, такие вытянутые, чтобы их погубить, чтобы они высохли под яркими лучами солнца. Дальше семена многих культур как бы лучше развиваются, если они высажены в гребни. Ну, как делаются гребни? Система простая. Тяпочкой нагребается от двух сторон земля, появляется гребень. Так вот, гребень имеет как положительные свойства, так и обязательные свойства. Создавая такой рыхлый слой для семян, значит, он не совсем создает хороший температурный режим. В чем режим не совсем хороший? Значит, днем гребень прогреется. Для семян это положительно. А вот весной гребни могут остывать. И вот заметим, что если разница остывания гребня может составлять до 4 градусов. Наверху гребня будет температура ниже на 4 градуса, чем на поверхности. Поэтому, если на поверхности 0, наверху может быть мороз, иначе семена погибнут. Поэтому, если съедите семена в гребне, значит, с весны обязательно накрываются пленкой. Ну, замечу сразу, что пленка как бы смягчает действие. Ну, пленка, значит, однослойная пленка, может быть там разница между температурой на 2 градуса. А вот если положить 2 слоя пленки, или положить спонбонд и пленку, разница уже 7 градусов. Поэтому это очень существенно. Когда вы редко бываете на даче, нет возможности часто приезжать, и бывают заморозки. Если у вас накрыта пленка со смонбодом, присыпаны ваши посевы, значит, это гарантия, что у вас все сохранится до вашего приезда. Не померзнет. Дальше многие огородники, значит, делают такую ошибку. Берут, имеют компостные кучи. И вот эти кучи компостные, что выбрасывается? Загнившие овощи выбрасываются, где-то есть кушаные овощи, картофель подгнивший. И вот даже там и тыквы, там могут разной культуры прорасти, появляется такое буйство разных всходов. И вот кто-то так сердобольно берет эти всходы и берет, пересаживает в градку. Категорически этого не делайте. Компостная куча в процессе своей разложения эти все болезни как бы уничтожаются. А вот когда вы берете это растение, вы саживаете на градку, значит, вы на градку заносите такой букет болезней, столько вы родителей заносите, что потом вы будете с ними долго-долго бороться. Поэтому лучше тяпкой прошли, сбили эти растения, чтобы у вас на совесть было чиста, и не было желания посадить. И забыли. Многие наши дашники, значит, всем нам нравится, чтобы у нас был хороший урожай, и добавок все, были очень вкусные урожаи наши были очень вкусные. Ну и вот, значит, где-то у нас по соседству есть соседи, говорят, вот есть картошка, сорта не знаем, давайте мы обменяем, у нас очень вкусный сорт. И этот обмен, который мы делаем с владельцами, мы смотрим постоянно за сортами, мы там обновляем сорта, и вот мы приносим от соседа картошку, начинаем радостно ее высаживать. И когда мы начинаем копать, мы замечаем, что там и желтая, там и красная картошка. То есть, в общем, это живая смесь. Но мы еще не знаем, что вместе с этой картошкой, она, возможно, давным-давно выращивается, без названия, значит, мы заносим инфекцию, мы заносим болезни. Где-то там могут притаиться маленькие это самое яйца насекомых, которые вредят. Мы заносим насекомых. Поэтому не занимайтесь этой работой. Если вы постоянно проводите сорты обновления картофеля, покупаете в проверенных фирм посадочный материал, высоких репродукций, вам нечего меняться. Вы просто обращайте внимание на характеристику. Если продаются сорта картофеля, там написано и разваристость, и для чего он идет, на пюре, на жарку. Исходя из этих, отдайте больше денег, но вы будете быть уверены, что вы не в пустую займете землю. А так такие сорта, которые у кого-то очень вкусные, но дают мало урожай, поэтому вы получаете не выигрыш, вы получаете проигрыш. Ну и дальше, как бы земли мало, и вот огородники тоже начинают на одном месте садить, вот как бы постоянно лук, там чеснок, все это о чем, если будет садить постоянно, большинство культур овощных не выдерживает монокультуру, то есть расти на одном месте. Вот приведу вам такой простой пример. Ученые поставили опыт, поставили опыт, взяли в ящик, посеяли салат, собрали прекрасный урожай, потом тот же ящик, добавили удобрений, посеяли второй раз салат, урожай был плохой. Третий раз убрали урожай, внесли удобрения, посеяли салат, он вообще не зашел. Видите, вроде бы одна культура, а даже вот такая монокультура, три раза посадили, почве накопились, токсины, отравляющие микроорганизмы, которые вредят растениям, и они не дали всходу. Поэтому с монокультуры, культуры, которые выдерживают немного такую монокультуру, которую 2-3 года на одном месте можно выращивать, собачных не так уж и много. Это картофель, кукуруза и помидоры. Все остальные культуры старайтесь именять местами, старайтесь для того, чтобы родственники, картофель не рос по помидорах, помидоры не росли по картофелю, потому что это про мой путь к инфекции. Следующая ошибка, которую делают наши огородники. Значит, замочили дома семена, замочили семена, семена даже может уже вас и проклюнулись, где-то вы продержали, прорастили. Приезжайте на оградку, времени у вас мало, съесть некогда, родочки сделали, семена вкинули. Вы вкинулись, через неделю приезжаете, а у вас ни одного всхода. А почему? Потому что сухая почва забирает из семян, вот этих семян забирает влагу. Она их высушивает, и не факт, что последующий полив поможет. Тут надо сделать все очень просто. Сделали родок, обильно-обильно полили, высаяли семена, на мокрое такое ложе, и засыпали сухой землей. Влага будет постепенно подниматься к семенам, и они прорастут, и дадут вам хороший урожай. Потом еще, опять же, теряются урожаи наши, за чего, огородники. Последнее время, ну это не такое последнее время, я скажу это, с 96-го года стали очень популярны лунные календары. И сейчас расписано, когда хорошие дни съесть, когда плохие дни съесть. И у нас так фанатично некоторые огородники съесть, что пропускают нормальные агротехнические сроки. Пропустили эти агротехнические сроки и получают низкий урожай. Несмотря на то, что посеяли, вроде бы, по лунному календару оптимальный, оптимальный день. Вы представьте, на производстве овощи выражаются, на тысячи гектаров. Представьте, что там кто-то пришел, сегодня съесть не будем, будем лунный день неблагоприятствовать. Так, а урожай, заметьте, там съесть не по лунному календару, там съесть по техническим срокам, и урожай, мы можем позавидовать, и капуста, и морковка, там вырастают гораздо-гараздо лучше, чем на нашем участке. Доверайте лунному календару, доверайте. Но в то же время я в своей практике убедился, что растение больше верит не лунному календару, а энергетики, которая исходит от вас. Если вы высеваете, высаживаете семена с настроением, с желанием, растение также, это передается растению, оно вырастет хорошим, и отблагодарит вас прекрасным урожаем. А если вы уставший, еле волоча ноги, будете просто, что сегодня был приятный день, что-то забрасывает в землю, поверьте, никакая луна вам не поможет хороший урожай. Следующая ошибка, как бы из этих выращивания разные культуры. В последнее время многие выращивают физалис. И вот эта культура, как бы на пакетике информации немного, написано, что можно выращивать в теплицах. У вас растут помидоры, огурцы, салис и физалис. Когда-то такую ошибку допустил я. Три растения физалиса уничтожили теплицу 8 на 3 метра. Они настолько разрослись, что они заглушили и огурцы, и помидоры, они все-все заглушали. Ну и еще один совет вам, чтобы вас не утомлять, это по баклажанам. Значит, я вот выращиваю баклажаны, уже не один год заметил такую особенность, что если плоды у баклажанов срезать ножом, новые нарастают очень быстро. А если их просто срывать с куста, значит, плодоношение у растения останавливается. Есть, конечно, и другие советы, такие довольно интересные, ну не интересные, но которые мне хотелось бы донести до вас. Если вам нравится, смотрите наш канал. А вот, а вам успехов и меньше ошибок на своем дашном участке. До свидания.